Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! В этом выпуске заявление Министерства иностранных дел Республики Западная Армения. Позиционных изменений на всей линии соприкосновения после порухских инцидентов не зарегистрировано. Информационный штаб Арцаха. Большой марш требований в Беруте. Население Арцаха сегодня живет в стрессовой ситуации. Акоп Акопян – женщины-художники Западной Армении. В Урфе в Западной Армении открылись эндемичные виды роз. На Пасху арцахской епархии организуют паломничество в Дадиванг. Немецкий профессор Фридрих Шульц обнаруживает в Ване древние клинописные надписи Мовсеса Хуранаци, об Урартском царстве. Мы всегда должны помнить, что геноцид против армян является частью более широкого спектра армянской колонизации, что дегуманизации и уничтожения идут рука об руку. Армянский народ вот уже более века подвергается войне на уничтожение. Используя термин «война на уничтожение», Жан Жорес понимал всю полноту трагедии, постигшей армянский народ. Квалификация войны на уничтожение позднее была закреплена в международном праве термином «геноцид». Отправной точкой должна была стать печальная судьба армянского народа. Статья полностью доступна на нашем сайте. Азербайджанские войска остаются в районе Карагалуха, где их продвижение было остановлено в результате действий армии обороны с 24 по 25 марта. Об этом говорится в сообщении информационного штаба Арцаха. Азербайджанская сторона регулярно распространяет дезинформацию якобы о новых вторжениях. Реальность такова, что подобные утверждения являются полностью ложными. Никаких позиционных изменений после упомянутых выше событий в Парухе и Карагалухе не зарегистрировано. Призываем следить только за официальными новостями. В Ливане, несмотря на сложную ситуацию, вызванную экономическим кризисом, армянская община проведет большое общественное шествие. 24 апреля в День памяти жертв геноцида армян. В своих посланиях о 24 апреля ливанские армяне не только помянут жертв геноцида армян, не только подчеркнут политику отрицания Турции, не только ответят на требования, но и поднимут вопрос об агрессии Азербайджана против армян Арцаха. На телеканале «Западная Армения» врач-психиатр Акоп Акопиан представил события, происходящие в Арцахе, отметив, что общество, не решив еще одну проблему, оказывается во второй. Проблемы начались с гуманитарной катастрофы, когда в начале марта отключили газ, а затем продолжились события Паруха и Карагалуха. Он сослался на мирное соглашение из пяти пунктов, представленное Азербайджаном Армении, отметив, что безопасность – это защита каждого жителя Арцаха. Завершая свое выступление, господин Акопиан опроверг слухи о том, что в Арцахе начался сбор подписей для включения в состав России. Об этом пишет архивист и следователь Кассандра Тавухчан. Армянские женщины-художницы – это образовательно-историческая страница в Инстаграм, целью которой является повышение осведомленности. «Неудивительно, что, учитывая географический ареал Западной Армении, геноцида армян и после него, женщины которых, я представляю, приезжают со всего мира. Сегодня более чем когда-либо армяне во всем мире испытывают чувство отчаяния, когда речь идет о сохранении нашей культурной идентичности. Однако, несмотря на постоянные трагедии, нам иногда нужны напоминания о том, как далеко мы продвинулись. Потенциал внутри нас, чтобы выстоять и добиться успеха, как это делали наши предки до нас». В мире, растущей только в провинции Урфа, в Западной Армении, черная роза начала раскрываться, как только наступила весна. Халфетти, который был включен в Международном координационном комитетом в 2013 году, в список тихих городов описывается как скрытый рай в Западной Армении. Благодаря Бирджетскому водохранилищу он стал похож на приморский город. Один из самых важных символов – черная роза – цветет каждый год в конце апреля и начале мая. 17 апреля на Пасху Арцахская епархия организует паломничество в Дадиванг. Об этом сообщил отец Нерсес Асарьям, пастор Церкви Святой Ас-20 в Степанакерте. Долгожданная новость для наших верующих Арцахской епархии организует на Пасху паломничество в Дадиванг. Желающие принять участие должны как можно скорее зарегистрироваться у торговцев свечами одной из двух церквей Степанакерта. Немецкий профессор Фридрих Шульц обнаружил в Ване древние клинописные надписи, описанные им офсесом Хоренаци. Он скопировал их и переехал в Париж, чтобы изучить их. По дороге на него вместе с двумя офицерами напали курдские бандиты. Однако копии благополучно добрались до Парижа и были опубликованы в 1840 году. Согласно Хоренаци, Армения была основана в 2492 году до нашей эры. Эта информация как достоверный источник появился и в научной статье New York Times 2015 года. Историк V века Моффсес Хоренаци писал, что его родина была основана в 2492 году до нашей эры, что кажется мифическим. Но он утверждает, что отправился в Вавилон для изучения древних летописей. Его анализ предполагает, что его дата вполне вероятна. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!